Книга Премудрости Соломона, глава 1. В душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порвощенном греху. Ибо Святой Дух Премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Человеколюбивый Дух Премудрость, но не оставит беззаконным, безнаказанным, богохульствующего устами. Потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его, и истинный зритель сердца Его, и слышатель языка Его. Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющее, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не имеет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличении беззакония Его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещащие уста убивает душу. Не ускоряйте смерть и заблуждениями вашей жизни, и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительное, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее и руками, и словами, сочли ее другом, и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жеребием. Премудрость. Глава 2. Неправоумствующие говорили сами в себе. Короткая прискорба наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух. И имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченной теплотой его. Ибо жизнь наша прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Присполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишает себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наши жребии. Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша добудет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим кову праведнику, ибо он втягает нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя сыном Господа. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Богом. Увидим, истины ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и содел его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащая к уделу его. Премудрость, глава 3. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владышествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на него познают истину, и верные в любви пребудут у него. Ибо благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Несчастивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающие мудрость и наставления несчастлив, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны, жены их несмысленны, и дети их злы, проклят роды их. Блаженно неплодная, несквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Блаженный евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без посчета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Премудрость, глава 4. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна, она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают. А когда отойдет, стремятся к ней, и в вечность, и увенчанная, она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользу, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Не крепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. А праведник, если и равновременно умрет, будет в покое. Ибо не в долговечности счастная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прелестило души его. Его упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу. Потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигший совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого, и не поймут, что Господь определил о нем, и для чего поставил ее в безопасность. А они увидят и уничижат его. Но Господь посмеется им. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Ибо он повергнет их ниц безгласными и извинит их с оснований. И они в конец запустеют, и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лицо их. Премудрость. Глава 5. Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его. Они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его. И раскаиваясь, и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе. Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии, притче и поругании. Безумные! Мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестную. Как же он причастен к сынам Божьим и жребия его со святыми? Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас. Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господни не познали. Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, не стези дна его в волнах. Или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути. Но легкий воздух, ударяемый крыльями и растекаемый быстротой движения, пройден движущимися крыльями. И после того не осталось никакого знака прохождения по нему. Или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она. Так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Ибо надежда нечестиво исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иний, разносимый бурею, и как дым, рассеваемый ветром, и проходит как память об однодневном госте. А праведники живут вовеки. Награда их в Господе, и попещение они их у Вышнего. Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницей и защитит их мышцею. Он возьмет все оружие, ревность свою, и тварь вооружит к отмщению врагам, облечется в броню, в правду, и возложит на себя шлем, нелицеприятный суд. Возьмет непобедимый щит, святость, строгий гнев он и застрит, как меч, и мира полщится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молнии, из облаков, как из туга натянутого лука, полетят в цель. И как из камнеметного орудия с яростью посыплется град, вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их. Восстанет против них дух силы, и как вихрь развеет их. Так беззаконие пастошит всю землю, и злодеяния не спровергнет престолы сильных. Премудрость, глава 6. Итак, слушайте цари и разумеете, научитесь судей концов земли. Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерение. Ибо вы, будучи служителями его царства, не судили справедливо, не соблюдали законы, не поступали по воле Божией. Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими. Ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильны будут истязаны. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Ибо свято хранящее святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, вожжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Премудрость светла и неувидающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущие ее не утомится, ибо найдет ее сидящие у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующие ради нее скоро освободится от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннейшее желание, учение, а забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее. А наблюдение законов – залог бессмертия. А бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к царству. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолом и эскипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки. Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу. И не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, и открою познание ее, и не минуя истины, и не войду вместе с состоявающим от зависти, ибо таковой не будут причастником премудрости. Множество мудрых спасения миру, и царь разумный благосостояния народа. Итак, учитесь от слов моих, и получите пользу. Премудрость, глава седьмая. И я человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерни образовался в плоть, в десяти месячное время сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом, и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем одинаково со всеми, скормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения, один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился и дарован мне разум, я взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнению с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед ней все золото, ничтожный песок, а серебро грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее. Ибо она и есть неистащимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном. Ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение искусства делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природы животных и свойства зверей, стремление ветровой мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией, и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто, оскверненное, не войдет в нее. Она есть отбиск вечного света, и чистое зеркало действия Божия, и образ благости его. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в роды, в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнению со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Премудрость, глава восьмая. Она быстро распростирается от одного конца до другого, и все устрояет на пользу. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия и избирательница дел его. Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче при мудрости, которая все делает? Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? Если кто любит праведность, плоды ее суть добродетели. Она научает целомудрие и рассудительности, справедливости и мужеству, полезней которых ничего нет для людей в жизни. Если кто желает большой опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и разрешения загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия лет и времен. Посему я рассудил принять ее в сожитие с собою, зная, что она будет мне советницей на доброе, и утешением в заботах и печали. Через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшинами, будучи юношею. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать. И когда начну говорить, будут внимать. И когда продлю беседу, положат руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня. Я буду управлять народами и племена покоряться мне. Убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, ибо в обращении ее нет суровости, не в сожитии с нею скорби, но веселье и радость. Размышляю я всем сам себе и обдумаю сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертия, и в дружести с нею благое наслаждение, и в трудах рук ее богатство неоскудевающее. И в собеседовании с нею разум, и в общении слов ее добрая слава. Я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Я был отрок даровитый, и душу получил добрую. Притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Познав, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, и что уже было делом разума, чтобы познать чей этот дар, я обратился к Господу и молился Ему, и говорил от всего сердца моего. Премудрость, глава 9. Боже, отцовый, Господи милости, сотворивший все словом Твоим, и премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал насозданными Тобою тварями, и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне, присидящую престолу, Твоему премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих. Ибо я раб Твой, и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего, и судьей сынов Твоих и черей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей, и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скини, которую Ты предуготовил от начала. С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает что угодно перед очами Твоими, и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей, не спошли ее, чтобы она споспешистовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранить меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливый, и буду достойным престола отца моего своего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий, или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная хромина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под рукою, а что на небесах, кто исследовал. Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости, и не спасал свыше святого Твоего Духа. Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Премудрость, глава 10. Она сохранила первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владышествовать над всем, а отступивший от нее неправедный во гневе в своем погиб от братоубийственной ярости. Ради него потопляемую землю опять премудрость спасла, сохранив праведника посредством малого дерева. Она же между народами смешанными в единомыслии зла нашла праведника и соблюла его в неукоризненном перед Богом и сохранила мужественным в жалости к сыну. Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, не шедшего на пять городов, от которых во свидетельство нечестия осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие плоды и памятником неверной души стоящей соляной столб. Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, дабы не могли скрыть того, в чем заблудились. премудрость премудрость спасла от бед служащих ей. Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые пути, показала ему царство божие, даровала ему познание святых, помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его. Когда из корыстолюбия обижали его, она предстала и обогатила его, сохранила его от врагов и обезопасила от коварствовавших против него, и в крепкой борьбе достаивала ему победу, дабы он знал, что благочестие всего сильнее. Она не оставила проданного праведника, но спасла его от греха. Она не сходила с ним в ров и не оставляла его в узах и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Она освободила святой народ и непорочное семя от народа угнетавших его, вошла в душу служителей Господня и противостала страшным царям чудесами и знамениями. Она воздала святым награду за труды их и вела их путем дивным, и днем была им покровом, а ночью звездным светом. Она перевела их через море чермное и провела их сквозь большую воду, а врагов их потопила и извергла их из глубины бездны. Итак, праведные завладели доспехами нечестивых и воспели святое имя Твое, Господи, и единодушно прославили поборающую руку Твою, ибо премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев. Премудрость, глава одиннадцатая. Она благоустроила дела их рукой святого пророка. Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходимых местах поставили шатры, противостали неприятелям и отмстили врагам, томились жаждой и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы и утоление жажды из твердого камня, ибо чем наказаны были враги их, тем они находясь в затруднении были облагодетельствованы. Вместо источника постоянной текущей реки смрадной кровью возмущенной в обличении их где-то убийственного повеления, ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников, ибо когда они были испытываемы, подвергаясь впрочем милостивому вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе судимые нечестивые, потому что их ты испытывал, как отец, паучая, а тех, как гневный царь осуждая истязал и отсутствовавшие и присутствовавшие одинаково пострадали, их постигла сугубая скорбь истинание от воспоминания о прошедшем, они, когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа, кого они прежде, как отверженного, отреклись с ругательством, тому впоследствии события удивлялись, потерпев неодинаковую справедную жажду, а за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищем, ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается. Не невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, наслать на них множество медведей или свирепых львов, или неизвестных новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить, да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемое правосудием и рассеваемое духом силы твоей, но ты все расположил мерою, числом и весом, ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей, весь мир пред тобой как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю, ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния, ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел, и как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел, или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою, но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи.